Друзья, привет от моряка. Пиратство у нас вышло на новый уровень из последних инцидентов. Это атака морским дронам на контейнеровоз. Видно, что судно идет на максимальных оборотах с максимальной скоростью. В принципе, как и все контейнеровозы, проходящие в пиратский район, валит черный дым из трубы. Конечно, такого не должно быть даже на максимальных оборотах, но как есть. Плюс к основному дизель-генератору наверняка запустили несколько дополнительных, чтобы в случае возникновения любой нештатной ситуации судно не обесточилось, главный двигатель не остановился и судно не стало легкой мишенью для пиратов. Вообще, я уже 20 лет работаю на контейнеровозах. Неоднократно проходил район Адонского залива эту пиратскую зону. В прошлом контракте прошли ее 4 раза. И очень непривычно видеть охрану именно на контейнеровозе. Рассказываю, как это было раньше, в те замечательные времена, когда пираты были классические, сомалийские. По бортам ставились пожарные рукава, запускался пожарный насос. Не всегда, но бывало, развешивалась колючая проволока по бортам. Ставились заглушки на иллюминаторы, чтобы в темное время суток не был виден свет с надстройки. Задраивались все входы-выходы в надстройку, мостики, другие помещения. Обустраивалась так называемая цитадель, это место, куда в случае пиратской атаки должен был прятаться весь экипаж. Также район Адонского залива патрулировался военными кораблями из разных стран. Но подобный движ я видел всего лишь раз. Да и вообще, когда в прошлом октябре прилетел в Сингапур, чтобы там сесть на судно. И из Азии мы пошли в Европу через Индийский океан, Адонский залив, как раз-таки пиратскую зону, Красное море и Суэцкий канал. Экипажу сообщили, что активность в пиратской зоне упала настолько, что больше она таковой не считается. От нее осталась там лишь какая-то малая часть. И пиратский бонус за прохождение этого опасного в прошлом районе больше не выплачивается. По итогу мы спокойно дошли в Европу, прошли Суэцкий канал. И уже будучи в Европе, по-моему это ближе к зиме было, начались захваты судов и первые удары беспилотниками по торговым судам. Именно после этих нападений, если помните, самые крупные перевозчики, такие как Майерс, КМС, СМС и GM, и другие крупные компании приняли решение, что больше не будут пускать свои суда через Суэцкий канал, а будут идти в обход Африки. Судно, на котором я находился в тот момент, также должно было пойти вокруг Африки, но буквально в последние дни все переигралось. И по итогу мы были одними из первых, кто прошел Суэцкий канал и Красное море, как раз таки в это самое жесткое время. Проходили в сопровождении военного корабля одной из стран. Но там своя была веселая история с этим кораблем. Если интересно, расскажу в следующих видео. А пока давайте все-таки разберем то, как ребята отбились от атаки морского дрона. Первое, что им очень важно было сделать, это заснять все, что происходит на видео для будущих разбирательств и доказательств. Сейчас переговоры послушайте, а дальше поясню. Огонь охрана открыла лишь тогда, когда убедилась, что приближающийся объект это беспилотный дрон. Было сказано, что несколько раз повторил и охранник, и вахтенный помощник капитана. Еще удивляет тот факт, что на морской дрон был установлен манекен, если слышали в переговорах, было сказано «дами-онли-дами». Это как раз таки есть тот самый манекен. Мы, кстати, тоже пользовались такими. Во время прохождения пиратского района оставлялись по бортам, чтобы создать видимость дополнительной круглосуточной вахты. Как они попали? Попали нахуй! Взорвали, взорвали! Мне кажется, им невероятно повезло. Конечно, можно сказать, работали профессионалы, и с такого расстояния это не так сложно. Но в стрессовой ситуации, когда до борта судна этому дрону оставались там какие-то метры, кажется, везение все равно должно было присутствовать. Что дальше? Какие мои мысли по этому поводу? Ну, все началось с высадки на судна военных организаций, каких-то военных структур. То есть те меры, которые принимались моряками раньше, чтобы избежать нападения пиратов, они уже явно работать не будут. Плюс атака беспилотными летательными аппаратами, теперь морскими дронами. Следующий уровень это, наверное, подводные морские дроны. Не знаю, согласитесь вы со мной сейчас или нет. Напишите в комментариях, будет интересно прочесть. Но, как мне кажется, все эти нападения, хоть и прикрываются какими-то политическими, идеологическими, возможно, религиозными мотивами, но по факту остаются банальным пиратством, способом заработать денег. И в итоге все сведется к тому, сколько должны будут заплатить крупные судовладельцы тем или иным структурам в этом регионе, чтобы их суда не подвергались нападению, такого рода дань за прохождение. Друзья, в новый рейс отправимся уже с вами буквально через две недели. Это значит, как минимум, Тихий Атлантический океан снова онлайн. Поэтому оставайтесь. И в частном телеграм-канале больше эксклюзива из океанов для вас. Ваш моряк.